Итак, Христос, Ты многими обвиняешься в мистификации собственной смерти и, худше всего, собственного воскрешения. Ты обвиняешься в мистификации совершенных Тобой чудес, в том, что есть подозрение на то, что Ты не Бог, и, главное, в том, что сейчас творится в окружающем нас мире спустя две тысячи лет, в том, что именно из-за Тебя этот запарк, эта ферма и превратилась в дурдом, состоящий из страданий. Я здесь, чтобы допросить Тебя с целью выяснить, что же случилось тогда, когда Ты якобы был распят, погиб, а потом воскрес. После чего все это и началось. А можете нам рассказать, когда Вы поверили в Бога? Каждый человек рождается с верой в Бога, в душе, уже рождается с этим. Я говорю с Богом отдельно, без посредников, это мое личное, внутреннее, для меня это лучший психолог. Прежде чем мы приступим, ты хочешь что-то сказать, что-то, что поможет тебе хоть самую малость убедить меня и всех присяжных, что ты на самом деле хороший, а главное, честный. Не то Бог, не то человек, не то самозванец. Это все неправда. Что все? Точнее? Неправда все, что пишут о моей смерти и воскрешении. Все было иначе. Все это написали лжицы, такие же, как и ты. Так расскажи, наконец-то, всю правду, если ты не трус. Попробуй. Но ты сам попросил меня это сделать. В конце истории ты будешь жалеть, что вообще полез в это. Ты заплатишь за свое любопытство, как однажды заплатил я. Распятие Христа для самой многочисленной, по последователям и самой могущественной религии мира главная точка всего, во что верят христиане. Христос может быть не девственником. Христос может не совершать чудеса. Он может иметь детей, даже жену. Любая из этих ересей не будет столь страшна для христиан всего мира, как утверждение или даже предположение, что Христос не был распят. Или же вместо него был распят кто-то иной. Или он не страдал на кресте, или же после смерти на кресте он не воскресал, а просто умер. В этом видео мы разберем все вопросы, касающиеся распятия. Кто за этим стоит и зачем был проведен весь этот жестокий и таинственный ритуал. Безусловно, для христиан всего мира, как и для самого христианства, распятия, Сына Бога, а также Его воскрешение, то, из-за чего существует эта религия. Смерть за людей на кресте – символ бесконечной любви Иисуса по отношению даже к тем, кто желал Ему смерти. На такое жертвенное поведение способен лишь некто, не человек, а Бог, способный любить своих детей безусловной любовью. Бог готовы пожертвовать собой, лишь бы не причинить боль тем, кто в Него верит или даже ненавидит. После кошмарно-болезненной смерти, которую никто не осмелился прервать, наблюдая долгие часы за всем со стороны, из-под ножья Креста, после захоронения спустя двое суток на третий день Христос воскресает, победив самое страшное, что может быть для простого человека – смерть. Доказывая этим, что Он – Сын Бога, ведь лишь Боги способны воскресать и не подчиняться естественному круговороту жизни, состоящему из рождения и неизбежной смерти. Бог Отец – некто, кому Христос обращался на кресте с криком, пребывая в агонии «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Бесконечно мудрый и всесильный Бог авраамических религий, благодаря распятию демонстрирует человечеству власть и любовь. Власть, способную побеждать смерть, и лишь Он на это способен, любовь по отношению к своему Сыну, который, страдая на кресте, переживал зря. Все это был некий урок, предоставленный, дабы человечество понимало, с кем имеет дело, и шло той дорогой, которой ей велит идти Бог Отец. Среди авраамических религий – иудаизм, христианство, ислам, где различные пророки, выскакивая из штанов, пытаются доказать, кто из них самый праведный, главный и крутой, не от того, кто совершил бы столь самоотверженный поступок, согласившись погибнуть сам, вместо того, чтобы убивать кого-то другого. Магомед был полководцем, участвовавшим в кровавых битвах, а Моисей был убийцей, собственноручно убившим одного из египтян. О полном самоотречении и дальнейшем после смерти воскрешении и говорить не стоит – это было лишь у Христа. Но было ли такое событие, как распятие и воскресение в реальности, или это всего лишь религиозные выдумки и пустые легенды, призванные сделать драматургию и историю совершенной и максимально акцентированной на развязке? Еще и с обещанием сиквела, где главный герой, страдавший и проявлявший доброту, сможет одержать уверенную и очень величественную победу над теми, кто не поверил ни ему, ни тем, кто верил или рассказывал о нем, кто не верит в силу и власть его отца. Однако вопрос остается – все ли чисто и ясно с распятием Христа, важнейшей деталью христианства, было ли оно или нет? Ответ на этот вопрос открывает страшную и великую тайну. Извини, перебью тебя, Иисус, но мне очень важно задать тебе один очень-очень важный вопрос. Задавай. Ты бог или человек? Дело в том, что твое тело кровоточило, ты кричал от боли с одной стороны, а с другой – ты ходил по воде, воскрешал мертвых, да и сам воскрес. А такие фокусы характерны лишь богам. Доказательство этому – священные писания и античные мифы. А кто же ты? Отвечай на этот вопрос аккуратно. От твоего ответа зависит твоя дальнейшая судьба. То есть, по-твоему, человек не способен любить так, как любит всех сын Бога? Он не способен исцелять и не может воскреснуть? Сама мысль того, что хоть один смертный на подобное способен ересь, заслуживающая жесточайшей казни через повешение, сожжение на костре, четвертование. Ну или распятие. Все, что мы знаем о жизни и смерти Христа, все, что мы знаем о распятии и событиях, идущих после этого, мы знаем лишь из четырех книг канонического Евангелия, входящих в Новый Завет и Библию. Все эти книги, как считают ученые, эксперты, историки с мировым именем, были написаны от 70 до 200 года нашей эры, то есть, в лучшем случае, спустя 40 лет после распятия Христа. При этом, как утверждают историки, максимально глубоко и качественно изучавшие эту тему, четыре канонических книги, вошедших в Новый Завет, рассказывающих о жизни Христа, а именно, Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, были написаны даже не самими апостолами, а написаны с их слов. Говорить о строках, написанных самим Христом, вообще не приходится. Итак, книги, которые рассказывают нам о смерти, распятии и воскресении Христа, были написаны спустя 40-200 лет после смерти Иисуса и были, скорее всего, пересказом какой-то истории или же копией каких-то более древних текстов. И это 2000 лет назад. Что насчет современности? Мы точно знаем, что было 40 лет назад. Быть может, 100 или даже 200 лет назад? Конечно же нет. Даже при наличии прекрасного документирования, видео и аудио-носителей информации, мы спорим о том, что произошло 50-60 лет назад, не способные прийти к единому мнению. Что уже говорить о событиях 2000-летней давности, о которых информация передавалась из уст в уста. Дело в том, что если почитать Евангелие от Петра, Фомы, Варнавы, так у этих к судьбе, пути Христа к распятию и воскрешению есть очень много вопросов. Очень. И они максимально обоснованные. Ладно, отбросим откровенные подделки. Подделки, которым не одна сотня и даже тысяча лет. Но как быть, например, с Евангелием от Фомы или Петра? Они не входят в каноническое Евангелие, но они тоже могут рассказать многое о жизни и смерти Христа. Евангелие от Фомы упоминалось как реальный библейский текст еще в 230-е годы н.э., а также в 4 веке. В 1897 году в древнеегипетском городе Пэмджи были обнаружены фрагменты греческого текста Евангелия от Фомы. Папирус с полным текстом коптского перевода был обнаружен в 1945 году в районе селения Накхамаде. Евангелие от Фомы столь же древнее, как и остальные канонические Евангелия. С той только разницей, что в Евангелии от Фомы сказано, что все люди – дети, сыновья и дочери Бога. То есть либо Христос не был Богом, а лишь человеком, либо все люди божественны и имеют родственную связь с Богом в равных долях. При этом Евангелие от Фомы не утверждает, что Христос не творил чудеса. Она утверждает лишь, что Он был тем, у кого в жилах текла красная кровь, как и у всех остальных людей. Евангелие от Петра – текст, как многие считают, еще более древний, чем канонические четыре книги Евангелия, признаваемая одной из древнейших церквей – Коптской – подлинным посланием апостола Петра. В этой книге написано, что Христос не страдал во время распятия на кресте. Все было проще. Христианские церкви всего мира, как и сами христиане, считают такие утверждения юридическими. Но какое они на это имеют право, если возраст книг, где содержится данная информация, такой же или еще более древний, чем четверокнижье Ветхого Завета? Ответ прост. Верующие, как церкви, подмявшие под себя умы двух с половиной миллиардов последователей, утверждают, мы имеем такую Библию и Новый Завет, такой, а не какой-то иной по причине того, что на Никейском соборе первом, где определялись основные параметры христианства в Римской империи в 325 году н.э., так как там находился и витал Дух Святой. Он и проконтролировал, чтобы Новый Завет был максимально правдив и отображал реальные события жизни Христа – распятия, смерти и воскрешения. Именно поэтому мы имеем сейчас в Библии и Новом Завете Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Ну что ж, давайте разберемся, что же это за такой Дух Святой, просветивший всех нас о том, как жил и умирал Христос. Римский император Константин Язычник, почитавший Аполлона, собрал Никейский собор для того, чтобы сделать христианство государственной религией, дабы сохранить от развала империю, в которой уже начались проблемы. Прежде чем собрать Первый Вселенский Никейский собор, на который со всего тогда известного мира собрались самые высокопоставленные христианские епископы и мыслители, существовало уже 25 книг Евангелия. Император Константин создал списки с книгами Евангелия, давая понять, какие книги епископы должны принять, как те, что стоит читать и почитать, а какие не стоят. Уже на Другом соборе в Константинополе в 381 году н.э. император Первый Феодосий Великий запретил читать и считать хоть сколько-нибудь аутентичными и правдивыми книги, которые не вошли в каноническое Евангелие. Тех, кто считал иначе, подвергали гонениям, кидали в тюрьму, а порой и убивали. Вот, друзья мои, ваш святой дух, христиане, ваш дух святой, кровь и страх. Именно благодаря ему появилась Библия, которую мы имеем сейчас. И такая реакция властей и церкви понятна, так как в Евангелии от Фомы говорится о том, что церковь и священники для веры и связи с Богом не нужны, как и божественность, ведь все дети Божьи им могут общаться с Всевышним, так же, как и Христос. Об этом, исходя из многих Евангелия, не вошедших в канонический новозаветный текст, говорили апостолы и сам Христос. «Ты, ты на самом деле такое говорил Сын Божий? Мы ведь посредники Бога на земле. Без нас нет ни Бога, ни религии, ни твоей божественности, ни тайны твоего распятия. Именно мы передаем эту историю от человека к человеку, от верующего к верующему, от овцы к овце. Ты соображаешь вообще, что ты несешь. Это же подножка самому себе». «Предположим, правда я все это говорил. Что тебя смущает в том, что я могу быть человеком? Что тебя смущает в словах, что все дети некого единого Бога и церковь для общения с ним не нужна?» «Ха-ха-ха». «Продолжай. Ты боишься остаться без работы? Без денег? Без власти? Ты прекрасно знаешь, без чего я боюсь остаться, Назарянин. Этого боится мой Бог. За это тебя и убили. Но ты отказался сдыхать». «У тебя знакомый вид. Мы уже где-то встречались. Неважно. Важно лишь то, что ты не хочешь ответить на вопрос и окончательно признать тот факт, что ты, конечно же, Бог, Сын Бога, прекрасной паствы, населяющей этот чудесный мир, и что твое распятие, смерть и воскрешение имело место быть в той форме, в которой об этом говорится в Новом Завете. «Если ты это сделаешь, все вернется на круги своя. Ты будешь свободен, оставшись навечно Богом, кто делал божественно. И воскрес, как и надлежит Богу, согласись с этим утверждением и забирай их обратно. Всех их столь любимое тобой человечество». «Точно. Мы уже встречались с тобой. Мы видели с тобой много раз и в Гевсиманском саду, и в пустыне, когда я по ней сорок дней бродил. Тогда ты предложил мне целый мир, сказал, что я смогу стать царем людей». «Может, еще не поздно согласиться, и все будет хорошо. Подумай об этом». «Что тебе до моей божественности, моих чудес, моего распятия и воскресения? Зачем они тебе? Разве меня нет без всего этого? Разве моей любви недостаточно, чтобы быть тем, кто есть в сердцах людей?» «Неужели ты настолько непробиваемо глупый? Без хождения по воде, без исцелений, без хлебов и рыбин, без воскресения, без того, что ты сын Бога, ты просто хер моржовый, который просто ходил по миру, поныл про любовь, да про милосердие и просто помер, как неудачник. Кому ты из людей всрался такой? Знаешь, сколько таких сейчас бегает, по миру рассказывает, любите друг дружку, они никому не нужны, никому. И суть не во мне, Христос, суть в людях, без чудес ты для них никто. Это знаю я, это знают они и самое важное, это знаешь ты. Ты творил чудеса и воскрес. А значит, ты Бог. Разговор окончен. Что, если я был человеком и при этом совершал все эти чудеса и смог воскреснуть? Замолчи. Не хочу ничего слушать. Ты лжешь сейчас. И это все знают. Евангелие от Варнавы, один из существующих апокрифов, был написан от лица апостола Варнавы в этой книге. Рассказывается о жизни Христа. Данная книга утверждает, что Христос не был распят, а также то, что Христос пророчествует о приходе пророка Магомета в будущем. Евангелие от Варнавы утверждает, что вместо Христа был распят Иуда Искариот, один из самых знаменитых предателей в истории человечества. Его облик якобы стал таким же, как у Христа, а самого Христа четыре ангела, спустившихся с небес, вытащили через окно и вознесли на третье небо. Далее Христос спустился с небес и сказал Варнаве, чтоб тот написал всю правду, как оно было на самом деле. Конечно же, многие мусульмане очень любят это Евангелие и часто используют этот псевдоисторический документ в своих аргументах и спорах. Удивительные люди-мусульмане, с ними никто не спорит, а вот они с удовольствием со всеми поспорят о том, кто самый праведный, самый первый, самый главный, самый последний, одним словом, кто сильнее и у кого самый длинный. Есть тип людей, для которых это очень всегда важно. В Евангелии от Варнавы два манускрипта с этим текстом были обнаружены аж в 18 веке и всем научным сообществам признаются липой, созданной в 15 веке тем, кто очень любил ислам. Бывает и такое, что некоторые мусульмане, уверенные в том, что они много понимают в истории религии, а они все такие, считают, что Христос просто умер, никогда не возносился и не воскресал. А тем времени постоянно комитет по исследованиям и фетвам Саудовской Аравии в 1990 году издал фетву, согласно которой мусульманин, который утверждает, что Иса ибн Марьям умер и не вернется к концу времен, высказал мнение, противоречащее Богу и авторитетному преданию его пророка, тем самым допустив серьезную ошибку, и такой человек будет считаться кафиром. Будьте аккуратны, мусульмане, со своими мыслями и мнениями. Вместо вас уже подумали и решили, как надо думать, самим вам думать нельзя, или же вы кафиром. Останки Христа, значит, он никогда не был распят, или скорее никогда не воскресал, лежал якобы в Ренле-Шато на юге Франции, стал пиет в Старом Иерусалиме, роза бал в Кашмире и даже в Японии, исходя из некого Евангелия Такеути, корни христианства находятся именно в Японии, где Христос провел 10 лет, обучался мудрости и магии, после чего вернулся в Иудею, дабы проповедовать. Потом младший брат Христа Исекури, младший брат Христа, его оказывается зовут Исекури. В общем, этот брат был распят, вместо него, вместо Христа, после чего Иисус вернулся в Японию, женился на Японке, у него было трое детей и умер он в 106 лет. Так же, как известно, часть кости Христа была и уцелительница Джуны. Ну, он дал мне лучевую кость Иисуса Христа. Кто? Папа Римский. Христос же, простите, воскрес. А? Христос же воскрес. Я знаю. Если есть кости, значит, человек умер, его плоть сгнила и не может быть никакой речи о воскресении. Все это, конечно же, ложь. Гностицизм, обладающий знанием, собрание религиозных идей и систем, возникших в конце первого века нашей эры среди иудейских и ранее христианских текст. Иногда, скорее всего, те, кто исповедует гностицизм, называют сам гностицизм истинным христианством. И это вполне может быть правдой, так как он возник уже в конце первого века нашей эры, в отличие от того христианства, которое, друзья, мы с вами имеем сейчас, которое было создано аж в четвертом веке нашей эры, исходя из политических воззрений императора Константина. Гностицизм – это мистическое христианство с огромным миром внутри, который во много раз больше, чем тот, который мы имеем сейчас в современном христианстве. Единственная беда гностицизма, как по мне, это то, что в него накидали уж очень много всего и со всех сторон. В нем очень легко запутаться, так как непонятно, что же на самом деле является первоисточником и основой гностицизма. Очень многие гностики, помимо того, что считали Христа человеком, считали, что он никогда не погибал на кресте. Вместо него на кресте был распят один из его учеников. Сам же Христос убежал от суеты мира с Марией Магдаленой, его женой, а также их дочерью Сарой. Конечно же, для современного христианства все вышеперечисленные еретические учения и тексты, включая сам гностицизм. С другой стороны, орианцы и катары, те, кто считали Христа мистичным, духовным, но не Богом, а человеком, подвергаясь гонениям веками, тоже были уничтожены и убиты. Хотя, когда-то на заре христианства они были практически мейнстримом и даже принимали участие во вселенских соборах. Христианство, жизнь и смерть Христа это прежде всего история, а как известно историю пишут победители. Сейчас все, что мы знаем о Христе, жизни, смерти и воскресении Христа, это история, написанная победителями, такая, какая им кажется правильной. Знаешь, что самое страшное в твоей собственной версии о себе, Христос? Что? То, что ты и те, кто знает о тебе правду, утверждают, что после того, как распяв человека из плоти и крови, который истекал кровью и орал от боли, он воскрес, целый и невредимый, после чего отдавал наставление, а также вознесся на небеса, минуя стадию смерти, судов, света в конце тоннеля и прочего, принял бы ты то, что ты Бог, тебе бы никто слова не сказал бы и не волновался бы, ты бы здесь не сидел как заключенный и не говорил бы то, что мне нужно, как ручная собачонка. Все совсем не такое, каким тебе кажется. Ой, досиди, молчи, мне с тобой все понятно. В мире существуют очень важные великие реликвии, христианские, связанные напрямую с распятием, о которых мало кто знает, не потому что они спрятаны, а потому что о них никто не говорит. Распятие или животворящий крест, величайшая христианская реликвия, согласно преданию, орудия страстей христовых сделали из кипариса и водрузили на плечи мессии, чтобы тот нес его на Голгофу. После воскресения спасителя святыня была утрачена. Все последующие легенды о ней начинаются с 326 года нашей эры, когда истинный крест обрела равноапостольная царица Елена, мать византийского императора Константина. В Иерусалиме владычица приказала разрушить капище Венеры, возведенное неподалеку от храма гроба Господнего. Именно там осталось орудие казни Божьего Сына. Однако, начав раскопки, работники извлекли из земли сразу три креста, тот, на котором распяли Иисуса, и другие, где висели разбойники. Животворящий крест, на котором распяли Христа, впоследствии разделили на много частей, и передали в качестве святой реликвии другим церквям. На данный момент 15 стран хранят одну и более частиц, на которые распяли Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, Матвея и Марка, во время поругания Мессии римские легионеры водрузили ему на голову венок из ветвей растения с шипами. Реликвия долго хранилась в Царьграде, однако, после того, как город в 1204 году разграбили крестоносцы, реликвия попала латинскому правителю Балдуину II. Позже ее приобрел король Людовик IX за баснословную сумму в 135 тысяч ливров. Сейчас эта святыня почитается как одно из орудий страстей Христовых и находится в соборе Парижской Богоматери. Ее демонстрируют верующим каждую первую пятницу месяца, а также в каждую пятницу Великого Поста, включая страстную. Как и все орудия страстей, три или четыре гвоздя, которыми руки и ноги Спасителя были прибиты к распятию Кресту считаются христианскими сокровищами. Как сообщают Амвросий Медиоланский и Сократ Схоластик, эти реликвии были обретены царицей Еленой вместе с истинным крестом. Однако до наших дней дошли не все святыни. Один гвоздь владыка Константин использовал для изготовления шлема по другой версии диадемы, а другой вставил в сбрую своей лошади. Еще одну реликвию вковали в железную корону Лангобардского королевства, которой венчали на царство германских императоров. Теперь она содержится в соборе Иоанна Крестителя Монса Италия. Название реликвии происходит от латинского «судариум» – платок для вытирания пота. Согласно Евангелию от Иоанна, ею укрыли лик Божьего Сына при погребении. Сударь выглядит как кусок льняной материи размером 84 на 53 сантиметра. Кусок ткани покрывают пятна крови и следы сукровицы, совпадающие с такими же отпечатками на Туринской плащанице. Это косвенным образом доказывает подлинность обеих святынь. Изначально Убрус хранился в Иерусалиме, но в 614 году, после того, как город завоевал царь Хасров II, реликвию вывезли в Испанию. Там для нее воздвигли капеллу Камара Санта, а позже собор Сан-Сальвадор. Святыня находится в обшитом серебром дубовом ларце, что открывается всего трижды в год. Заметьте, самые великие реликвии христианства касаются не жизни Христа и того, что было после воскресения, а касаются именно его смерти, крестному ходу, распятию, погребения. И это естественно. Дело в том, что если Бог не может убить кого-то, значит он не Бог. Если Бог не может дать жизнь кому-то, значит он не Бог, значит он не всесилен, а Бог может быть лишь всесильным. Бог авраамических религий Яхве, Бог Отец Аллах непоколебимо силен, и тот, кто с этим не соглашается, всегда проигрывает и погибает, после чего того ждут муки в аду. Тайна распятия Христа заключается в том, что именно Бог его убивает через людей, способствуя этому, после чего именно он его и воскрешает. Бог контролирует каждый процесс и каждое чудо, даже когда речь заходит о кошмарном и мучительном убийстве собственного сына, которое можно предотвратить, так как ты всесилен. Одна проблема, слова или точнее крик Христа, где он вопрошает, Боже, отец, для чего ты меня оставил? То есть он был все это время с ним, а в последнее мгновение он покинул умирающего почему-то. Хотя слова отца ласковый шепот, потерпи, сынок, Христу в тот момент были нужны сильнее всего, но папа почему-то просто помахал рукой и остался безмолвным. Так Христос и говорит, почему ты оставил меня, для чего? Христианские богословы и священнослужители дают черний ответ на этот вопрос, почему так? Такой, какой этим богословам ответ кажется подходящим. Это их персональное мнение, и ни один ангел или сам Христос не приходил и не давал пояснения по этому поводу. Конечно же, церковь должна знать все, у нее должны быть ответы на все вопросы, и церковь, и мировые религии играют с удовольствием роль всезнайки. Неужели вы думаете, что вы зададите хоть один вопрос о религии мусульманскому, иудейскому или христианскому священнослужителю, и тот вам ответит я не знаю? Нет, вам сразу дадут нужную строчку из священного писания, отвечающую якобы на вопрос, или же это будет ответ, который является общепринятым для всей церкви. У современных церквей, как и у древних святых книг, нет ответа на вопрос, что мать его сейчас происходит с миром, они его не знают, их ответ будет невозможным, притянутым за уши бредом, не имеющим ничего общего с реальным положением дел. ну, ну, что ж, я послушал все твои рассказы и вижу, что если мы углубимся в истину, мы увидим там тебя, который не желает признавать себя богом, тот, кого распяли и кто воскрес, непонятно по какой причине, ведь воскресить тебя мог лишь бог, и потому что ты его сын. Огромное количество людей постоянно умирают в муках. Среди них есть и хорошие, и праведники. Никто из них не воскресает, потому что они не дети бога, не его прямые потомки, а просто самое обыкновенное паство, которое земля перемалывает в качестве питания, и не только земля. Ты не согласен с этим? Нет. Нет. Но я хочу наконец-то объяснить, почему я так не думаю. Все, 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 все. Если ты не согласен, я больше здесь сидеть не буду и слушать тебя. Пошел вон. О, нет, ты послушаешь меня. Я говорил тебе, что не все является таким, каким оно выглядит. Быть может, здесь не я пленник, а ты. Быть может, здесь ты держишь предо мной ответ, а не я. Какого? Мы оба знаем, почему я воскрес. И мы оба знаем, что Бог людей в этом не принимал участие. Он принимал участие лишь в моем планомерном убийстве. Он не мог убить меня, но ему удалось уговорить меня пойти на смерть добровольно. Когда он на сто процентов удостоверился, что я сдохнул, он и покинул меня. После чего я спросил, для чего почему ты оставил меня? Я воскрес, решил вернуться обратно в реальный мир, потому что я узнал правду о всей той лжи, которая творится с людьми и с миром, с фермой, где корова не знает, что она корова и лишь мясо, не способное ни на что, кроме как родиться, страдать и сдохнуть. Я воскрес по собственной воле, потому что не могу оставить все таким, каким оно есть сейчас, все таким, каким оно должно быть для вас, хозяева фермы. Предложение сделано мной и моим хозяином, прозвучавшее в пустыне все еще в силе. Остановись, не делай этого, забирай ферму, мы отдадим тебе часть потока элемента, часть потока молока, огромную часть. Тебя все называют Богом, так будь им, к чему это сражение с ветряными мельницами, Христос, ты две тысячи лет где-то ошиваешься, никто не знает где, а ведь ты можешь просто наконец-то отдохнуть, насладившись дарами секрета, который узнал. Используй его наконец-то так, как используют все фермеры, прости, оговорился, боги, как используют его боги на себя и систему. Я хочу, чтоб ты передал пожирателю миров тому, кто посмел назвать себя богом. Несмотря на то, что прошло много лет, придет момент и будет тот, кто тоже воскреснет, узнав о лжи. Тот, кто сможет творить чудеса, кто сможет исцелять, кто сможет вести за собой, не обманывая, не творя горя. Вначале он будет один, потом их будет десять, потом сотни, потом миллионы. И с ними тот, кто посмел назвать себя богом, ничего не сможет сделать, как он не смог сделать со мной, отобрав у меня жизнь. А потом, когда потоки элемента начнут иссякать, он будет уничтожен. Неужели ты думаешь, мы это допустим? Да мы начнем третью мировую, стерев их с лица земли под ноль, если нам понадобится. И как же вы утопите тех, кто ходит по воде? Как же вы заморите жаждой и голодом тех, кто сорок дней может без них обходиться? Как вы можете растерзать того, кто на следующий день способен воскреснуть? Какая же ты мразь! Где я был и где я шувался столько лет? готовился. Мы готовились. Приготовления практически завершены. Они все будут знать тайну элемента, будут знать, на что он способен. Они оставят его себе и поймут, что именно он способен сделать Богом. Поймут, что они лишь скот на ферме, добывающей его, и смогут больше им не быть. Да ты не Бог, ты самозванец и пустозвон, ни на что не способный ныть и ко любви и милосердии. Ты корова, которую мы убили один раз, поверь, убьем и второй. Невозможно убить лишь Бога, а ты отказался от этого звания. Я отпускаю тебя. Можешь следовать к хозяину и передать ему что тонкий еле заметный поток его элемента покидающий его через страх, который зародился в нем самую малость, уже есть во мне и он делает меня сильнее. Прощай. Существует две книги. В каждой из них можно найти ответ на вопрос, что происходит с нами и вокруг нас. Как все начиналось и в чем секрет реальности? Первая книга зовется «Восхождение». Эта книга рассказывает о том самом элементе, который добывается на ферме под названием планета Земля. Том самом элементе, который способен сделать человека практически богом, который будет жить так, как он считает нужным. книга поведает вам тайну, где в теле хранится элемент, как называется и как его использовать. Каждому человеку следует прочитать эту книгу. Вторая книга «Самоэль. Биография Сатаны». Мистический триллер, который поведает вам о тайне падшего ангела, о его пути от момента появления на земле до последних времен современности, когда начнется жатва. Обе эти книги стали бестселлерами по одной причине. Они интересные, а восхождение еще и практичное. Пройдя по схеме, указанной там, вы действительно сможете изменить свою жизнь. Настоятельно рекомендую ознакомиться с этими книгами. Чтобы приобрести книги, прямо сейчас переходите по ссылке в описании под этим видео и ставьте плюс в комментариях. После этого с вами сразу свяжутся и книги будут у вас. О чем этот курс? об изменении реальности вокруг себя. О том, что твои мечты, цели, стремления, желания должны исполняться не так, как того хочет реальность система, а так, как этого хочешь ты. То вот до этого я сидел просто в бетонной коробке получается. Меня пичкали какой-то информацией. Я пытался ее анализировать. У меня многие факты не сходились. здесь же на курсе эти стены рухнули. И я начал осознавать, и мне вдруг все стало ясно. Я считаю, что нужно пройти этот курс. Нужно пройти этот курс всем, без исключения. Совсем недавно начался уже четвертый курс по накоплению элемента. Той самой субстанции, которая добывается на нашей ферме. Оставляя ее себе, мы можем менять свою жизнь и получать то, что хотим. Набор на курс закрыт. Следующий курс начинается в конце апреля или, может быть, даже в начале мая. До этого момента у каждого есть возможность подготовиться. о том, что из себя представляет курс, о его эффективности, об отзывах тех, кто его прошел, вы сможете ознакомиться там же, в группе в Телеграме, где будет массу важной и интересной информации. Поэтому переходите по ссылке в описании под этим видео прямо сейчас в группу в Телеграме и ознакомь со всеми деталями как курса, так и прочей важной информации об элементе. Дорогие друзья, покупая мои книги, приобретая и проходя курсы «Мой многолетний труд», вы не только помогаете в распространении правды, но и даете мне возможность делать видео качественнее и интереснее. Также благодаря этому они могут выходить чаще. Все это благодаря вам. Спасибо вам большое. Я не хочу рекламировать займы, банки, я не хочу рекламировать казино, я рекламирую и продаю свой труд лишь с одной целью, для того, чтобы создавать все больше и больше интересного и важного контента. Все это получается, опять же, повторюсь, благодаря вам. Спасибо большое. Конечно же, Христос самая таинственная и загадочная личность, образ, Бог из всех тех, кто когда-либо существовал на земле. Так случилось не из-за слов Христа, увы, а из-за того, что он умел делать, и того поступка, который совершил в конце своей библейской истории. Так как он, никто не поступал, и это бесит верующих других конфессий и религий по той причине, что их пророки оказались прежде всего с эмоциональной точки зрения ничтожества. Тайна смерти и воскресения Христа велика, тайна его чудес велика, так как, если все это правда, возникает вопрос, Бог он или человек? Не знаю ни одного Бога, который подтирал бы себе задницу. Христос, который кушал и пил вино, точно это делал, как и каждый человек, который населял эту землю. То есть, по всей видимости, Христос человек, ставший Богом, а не Бог, ставший человеком. Здесь нужно сделать паузу, после чего задать самый важный вопрос из всех возможных. Если все это правда, как? Как тогда он смог стать Богом? Как он смог стать таким же, какими были все те, кто вершил свою волю через жестокость над скотом и его раболепием? Что текло в его венах, что позволило ему стать тем, кем он стал? Эту тайну мы изучаем на этом канале. Здесь мы открываем правду, изучая все самое интересное и загадочное, что есть на этой планете и во всей вселенной. Подпишитесь на канал, здесь будет очень много интересного. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся совсем скоро. Пока.